Хочется печь, а при этом бюджет несколько ограничен. На что хватает, то берете. Вам же нужна по сути не печь, да? Вам нужна баня. А на что нужно обратить внимание вот при выборе печи. Печь должна давать большое количество пара. Раскройте, пожалуйста, понять тяжелый пар. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях технолог компании Технолит Александр. И тема у нас будет очень интересная. Это как выбрать печи для бани, можно ли на ней экономить. Александр, вот задача, да? Хочется печь, хочется, чтобы все было, конечно же, хорошо, но при этом бюджет несколько ограничен. Вот как вот здесь вы посоветуете нашим зрителям сделать выбор? Кажется очень-очень легко сэкономить. Приехал на рынок и стоит эта печь, а там на самом деле их очень много и выбор. Есть за 15, за 20, за 50, за 150. Ну да, конечно. Смотрите, на что хватает, то берете. Оно же потом в процессе эксплуатации вот это боком выйдет и выйдет 100%. Вам же нужна по сути не печь, да? Вам нужна баня. Вам нужно вот то удовольствие, то пользу, то здоровье, которое вы там получите. Конечно. И вы вот начинаете вот строить вот эту баню. Мы вложили деньги в фундамент, в само строение, все в отделку, все. А теперь, чтобы все это заработало, чтобы все вот эти четыре стихии, которые у нас в бане соединяются, вода, огонь, воздух. Да, чтобы они все заработки, нужна печь. И вот какую печь вы поставите, у вас такая баня не получится. Не зря говорят, да? Сердце бани. Это, конечно же, это сердце. Сердце бани. А на что нужно обратить внимание вот при выборе печи? Ну, смотрите, если вы получаете, вернее, строите русскую, баню именно, да? То есть там, где невысокая температура, есть возможность регулировать эту температуру путем открытия-закрытия конвекции. Печь должна давать большое количество пара. Именно того самого легкого, бархатного, мелкодисперсного, как его не обзывай, он все равно нужен и все разницу чувствует на себе всегда. И вот поэтому надо смотреть, чем печь будет нагревать парную, то есть какая у нее площадь излучающей способности, чем она будет греть, собственно, воздух. И самое главное, ищем то место, куда мы будем поддавать воду. Сможет ли бы этого каменка, да, или парообразователь, чтобы это не было, сможет ли он давать большое количество пара. Чтобы получался пар хороший, нам нужна высокая температура, а не менее 350, то есть 400-450 градусов, это хорошо. Должна быть аккумуляция этой температуры, чтобы это не тонкая, там пластинка, не 10 килограмм камней будет нагрета до этой температуры, иначе вы и тут же собьете, и пар кончится. Начнет шипеть, появится вот этот тяжелый, крупнодисперсный пар. Тяжелый пар. Что это вообще вот понятие? Раскройте, пожалуйста, это понятие тяжелый пар. Ну вот со мной часто спорят, что вот мы говорим, там мелкодисперсный пар, потому что надо же его как-то называть. Не бывает там мелкодисперсный в отношении там жидкости, это же там газообразного вещества. Это высокая дисперсированность воды в воздухе, то есть то, на какие частички мы его разбили. При попадании на высокую температуру, вода просто разбивается, вот в газообразном состоянии, сразу превращается в пар. И вот этот пар сразу же оказывается в парной. Вот это вот получается легкий пар. То есть он легкий, он теплый, он поднимается наверх и какое-то время там держится. То есть паровым пирогом. Русская пироговая баня. Вот вы этот пирог уже можете поднимать веники, зачерпывать его, класть на человека и получать вот все то, что мы хотим от русской бани. Если мы подаем воду на не настолько горячей поверхности, там от 100 до 250 градусов, получится такой тяжелый пар. То есть получится туман. То есть это крупные частички воды будут находиться в воздухе. То есть крупный дисперсинг получится, крупнокапельный, тяжелый. Но температура-то все равно будет высокая. И вот вы получите уже такие ощущения жгучести. То есть он будет вам обжигать, если много будете подавать такого пары. Потому что вода на теле начинает как бы нагреваться от температуры окружающих. А вода начинает переносить ту температуру, которая есть в воздухе. Вы в русскую баню заходите, там 60-50 градусов. А это все равно горячо. Если воду нагреть до 50 градусов, сунуть руку, вы ее не удержите. Ну да. А воздух – это очень плохое теплоноситель. То есть вы заходите в сауну, там может быть 120 градусов, и вы почему-то не сваритесь. Вы там минуты 3-5 просидите, вполне потом только уже выйдете. А когда мы начинаем поддавать воду, растет относительная влажность в воздухе, и начинается еще интенсивный перенос тепла на кожу человека. И вот легкий пар, мелкие частички, они не переносят такой энергии. Они просто касаются, отдают свое тепло, энергию. Вы чувствуете это тепло хорошо. Ну и вам хорошо. А если это тяжелый такой пар, крупнокапельный, то переносит много энергии на вас. И вы это прям чувствуете. Ну фактически вас кипятком дают. Ну да. Александр, правильно я понимаю, что если это классическое, вот именно понятие, хочется париться с вениками, да, вот это все, это только русская баня, то есть в сауне так невозможно. Если зайти в сауну с вениками, то, во-первых, они у вас будут сохнуть, листочки будут отлетать. Моментально, да. Все, веник просто не будет веником. Если вы начнете им махать, то опять-таки в сауне есть такой эффект, что вокруг вас есть вот воздушный вот этот вот кокон. Пусть воздух там 100 градусов, но вы сможете там находиться. А если на вас подуть, даже вот просто на руку себе, так вот сделать, вы ай, горячо, потому что вот эти вот 100 градусов будут резко сменяться новыми 100 градусами. И поэтому это опахивающее движение, обмахивающее, они тоже будут чувствоваться. Если вы вениками над человеком начнете что-то делать, движение, он выбежит у вас сразу даже без подачи пары. Ну вот в таком случае, если мы говорим о печах, которые стоят 15-30 тысяч рублей, так они чаще всего и не подходят под русскую баню. То есть это печь для сауны, скорее всего, в такой бюджет. Ну в такой бюджет это, я думаю, еще и надежность будет страдать. Значит, из довольно тонкого металла это сделано, легкая конструкция. В этой печи не будет теплоемкости, раз она не будет удерживать тепло. То есть даже банально, чтобы поддерживать температуру в парной, вам придется постоянно ее топить. Когда вы только закончите, у вас температура начнет падать. И у этой печи не будет возможность некую массу нагреть для получения пара. А это нужно, во-первых, большую массу нагреть, во-вторых, для высоких температур нагреть. То есть камни, она не прогреет, грубо говоря, такая печь, правильно? Ну, у них просто не хватит конструкции, куда эти камни класть. А даже если прогреет, это будет небольшое количество камней. Вы сможете почувствовать, вот этот пар, и все, и вот. Маленькая сауна? Немножко. Как раз вот для сауны в доме, наверное, в какой-нибудь маленькой, да? Ну, единственное, что эту печь придется, эксплуатация будет короткой. То есть, да? Ее нужно будет периодически... Ну, если говорим, периодически менять. Вот такие суммы. Периодически менять. Ясно. Ну, ладно, спасибо огромное. Нам было очень-очень интересно, на самом деле. Вообще, с вами общаться очень интересно. Очень интересно вас слушать. У вас просто кладезь информации. Я сейчас просматриваю ваши ролики, вот прям один за другим вот прямо начал. Не забывайте ставить лайки. Да, обязательно, кстати, вы можете посмотреть. Ставлю обязательно лайки. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания.